Всем мое приветствие! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я стал христианином, каким образом я уверовал. Неоднократно многие верующие спрашивают у меня, как же я стал христианином и как же я уверовал в Господа Иисуса Христа. Что произошло такого, от чего я уверовал? Поэтому для моих друзей, подписчиков, ну или просто людям, которым это интересно знать, я могу рассказать вам вкратце свою историю, как я стал христианином. Скажу сразу, что ничего такого сверх супер особенного со мной не происходило. Многие верующие приходят к Богу, когда они в сильно трудных жизненных обстоятельствах, когда у них какое-то горе, беда, несчастье. Ну или какие-то всевозможного рода проблемы, когда они в тупике и приходят к Богу и через это обращаются. Слава Богу, конечно, что Бог использует такие ситуации для того, чтобы обратить внимание человека на самого себя. Но в моей истории жизни было, ну, не так, конечно, может быть, как у других. Итак, я воспитывался в простой обычной семье. Семья не христианская. Нас с братом воспитывала мама. Мне никто никогда о Боге не говорил, не рассказывал. Семья не была верующими, чтобы так сказать. Ну так, стандартно, по праздникам, может быть, каким-то религиозным, например, типа Пасха, яйца красили, ну и все такое. Так, чтобы сказать, чтобы в доме была Библия или читали, или чтобы кто-то мне с детства прививал веру в Бога, ну такого не было. До осознания того, что существует Бог, я пришел сам. Меня никто этому не учил. Вспоминаю, еще из детства я задумывался о том, что, ну, вдруг я когда-то умру. Помню, когда я был маленький, я ложился с бабушкой на кровати, я любил с ней спать. Не знаю, может, лет 5-6 мне было. У нее такая была большая кровать, старая сетка и огромная перина. И в эту перину, когда ложишься, ты аж проваливаешься в ней, потому что перина пуховая. И помню, когда я ложился, я думал, что-то врезалось в мой разум, в мои мысли, я думал, а я ведь когда-то умру. И вот почему-то с детства я помню, что у меня такие были мысли. Я ж ведь умру, и что дальше, а что со мной будет. Но что-то внутри мне говорило, нет, я не могу умереть, нет, что-то не могу. Как это так, я умру? Ну, такого просто быть не может. Конечно, тогда я еще о Боге не задумывался, но из детства, я помню, были такие воспоминания. Потом, когда я стал уже немного постарше, я сам пришел к такому осознанию, ну, это я сейчас понимаю, что это был Бог. Я почему-то пришел к такому осознанию, что Бог есть, что все, что мы видим вокруг, земля, небеса, все, люди, что все это произошло, ну, не само по себе. Хотя, когда я был маленький, нас в школе учили, что все произошло от большого взрыва, что человек произошел от обезьяны, что на самом деле никакого Бога не существует. Но у меня почему-то в сердце была вера. А вера моя начинала основываться на том, что иногда я просто молился Богу. Ну, я не знал, что он от меня хочет, я не знал, какие его желания. Я даже не знал вообще, что он спасать меня хочет, спасти. Я не знал, что такое грех и так далее. Но время от времени, будучи мальчиком, помню, я молился. Ну, в разных ситуациях. И я заметил одно, что когда я обращался к Богу, я даже не обращался к Нему во имя Иисуса Христа, потому что я никогда Евангелие не читал. Я просто обращался к Богу, так вот от сердца, вот просто вот разговаривал с Ним. И я стал замечать, что то, о чем я Его прошу, оно начинает просто проявляться в моей жизни. И таким образом я понял, что да, Бог есть. Бог таким образом отвечал мне на мои молитвы. И я уже знал, что есть Бог. И я это уже взял, ну, может быть, как за правило, да, или, ну, не за традицию. Ну, просто я понял в сердце, что есть Бог. Когда я уже начинал становиться подростком, и мы уже начинали быть более взрослыми, попадали в разные, знаете, переделки, или драка, или милиция, там, ну, или еще какие-то разные жизненные ситуации, то я уже в сердце знал, что есть Бог, и я начинал молиться. Ну, вот, к примеру, нас забирали в город дел, да, вот раньше мы были малые, лазили там по подвалам всяким, ну, там, шкодили, делали там что-то, ну, вот. И иногда нас забирала милиция, или там с какой-то дискотеки, там, с драка, там, ну, мало ли, всякие были ситуации. И нас забирали несколько человек, а я всегда начинал молиться. Молился, говорил, о, Боже, Господи, пусть меня отпустят, я не хочу, не дай Бог, мама узнает, что меня забрали в милицию, она же будет волноваться, ну, и все такое. И я начинал просить Бога. И на мое удивление я стал замечать, что тех, кого задерживали, их задерживали надолго, а меня почему-то отпускали. Спрашивали домашний адрес, где живешь, и так далее. И почему-то меня отпускали, а других еще держали долго. Таким образом, я стал понимать, что Бог на самом деле существует. Уже помню, ближе к армии тоже были разные жизненные ситуации, где я обращался к Богу. Помню, когда меня забрали в армию, мне тоже приходило молиться. Приходилось молиться. Ну, в армии всем поначалу бывает тяжело. И я обращался к Богу в разных таких стесненных обстоятельствах, в разных трудностях. И я заметил, что Бог меня ведет. Ведет еще и с детства, по жизни. Ну, конечно же, я не знал, что такое грех, не грех. Я рос, как и все парни. Хулиганили, встречались с девчонками, пили, выпивали, курили. Ну, некоторые друзья наркотики пробовали. Я так особо-то наркоманом-то и не был. Ну, может быть, там травку, как и все, покуривали. Там нет-нет. Ну, и все, что с ней связано. Вот. И помню один эпизод из армии, когда на меня чуть не наехал грузовик. Вот. И там сидел прапорщик за рулем. Это было зимой, мы были на учениях. И я шел по дороге, и он ехал. И его почему-то или заносить стало, или что. Или он думал, может быть, я как-то сойду. В общем, он как-то пытался меня объехать. И получилось так, что его начало заносить. И я как бы начинаю-начинаю в обочину сбегать к обочине. Упал в снег и начал вот так крутиться-крутиться. А его, смотрю, юзом прям на меня несет. Ну, и в нескольких метрах он от меня остановился. Конечно, я тогда перепугался. Вечером пришел в казарму. Когда уже лег спать, я так подумал, Господи, думаю, наверное, меня бы могло бы и задавить вообще этим грузовиком. Ну, и я так помолился Богу. И всегда я помню, что, когда я молился в детстве, в школьные годы, послешкольные годы, то Бог, Он отвечал мне на молитвы. Однажды в армии нас несколько солдат взяли в детский садик. Это было 23 февраля. Офицер нашего подразделения, у него дети были в садике. И там захотели воспитатели, чтобы были настоящие живые солдаты. Этот офицер нас троих, по-моему, или четверых ребят привез в детский садик. Мы там участвовали в разных конкурсах, жюри и так далее. А после всего, когда эти все мероприятия закончились, нам воспитатели накрыли стол. Всякие вкусности, еду там, картошечка, ну и все такое, все по-домашнему. И, как я понимаю, что, наверное, кто-то из воспитательниц была верующая женщина. Потому что, когда нам накрыли стол, нам оставили подарки, ручки, тетрадки, там мыльные принадлежности. И были маленькие, синенькие, новые заветы. Вот эти, вы знаете, гидеоновые. Маленькие новые заветы. Мы пришли в казарму, вот. Нам так все классно было. Мы провели время, наелись, побывали, так сказать, на гражданке. Вот. И ребята, которым подарили новые заветы, они их или выкинули, кто куда делал. А мне очень интересно стало. Я из любопытства начал читать Новый Завет. И смотрю, мне очень стало интересно, что меня впервые привлекло. Это вот тот древний образ жизни, да, вот как 2000 лет назад. Как они ходили, как они там жили, как там учил Иисус Христос. И когда я начал читать Новый Завет, смотрю, ну, мне понравилось. Мне стало интересно. Ну, может быть, потому что в армии мало чего читать было. Но, во всяком случае, меня заинтересовало. И я стал время от времени его читать. И смотрю, что мне понравилось. Я то читал, потом не читал. Но так как я такой человек, что я обычно храню подарки, и мне приятны подарки, если мне кто-то что-то дарит, я стараюсь к ним, ну, относиться бережно. То этот Новый Завет, этот был такой подарок, думаю, ну как, мне подарили, это же на память из армии. Я этот Новый Завет сохранил до самого, ну, уже когда пришел на дембель. И я думаю, что уже тогда Бог постепенно начинал меня к себе привлекать. В армии это было уже немножечко плотнее. Вот, и я читал этот Новый Завет, как я уже сказал, мне было интересно. Вот, и потом я уже ближе к дембелю, у меня была еще такая ситуация. Вот, будучи дембелем, ну, у нас такая была небольшая дедовщина в армии. И когда я уже был дембелем, мы с друзьями очень плохо относились, ну, к молодым солдатам. Вот, ну, дедовщину им так легкую устраивали. И на нас пожаловались молодые солдаты. Вот, и офицеры обещали нас посадить в тюрьму за это. Ну, на дисбат посадить, ну, и говорили, что вы на дембель вовремя теперь не пойдете. А мне там оставалось месяц, наверное, или два месяца до дембеля. Вот, ну, где-то так, наверное, месяц. Вы помните, что это уже было под самый дембель, да? Вот, и как сейчас помню, меня тогда в наряд поставили. И я так сожалел, что я так плохо обходился с молодыми солдатами. Вот, и, ну, не то, что там со страха, а действительно так подумал. Ну, думаю, они же такие же вот пацаны, как и я. У них же друзья есть там, награжданки, матеря. Я думаю, ну, что я так жестоко-то так с ними-то так плохо-то обходился. Вот, и, как сейчас помню, всю ночь я так переживал. Ну, что я делал? Я молиться начал. Я начал молиться, вот, и просил Бога, потому что я очень хотел домой на дембель. Тогда два года мы служили. И я всю ночь курил, курил сигареты и молился. Курил, переживал и молился. Конечно, сегодня кто-то бы из верующих в ужасе был бы, сказал, как это так, ты курил и перед лицом Божьим, и молился. Ну, да, я молился, курил, обращался к Богу и курил. И Бог слышал меня. Сегодня некоторые верующие учат, говорят, что вот, Бог, если ты согрешишь, Бог перестанет тебя слушать, Он не будет отвечать на твои молитвы, Он разозлится на тебя. Да сколько я помню, с детского возраста, с юношеского, до 21 года, я грешил, выпивал, курил, там, блудил и все остальное. Жил, как все обычные парни. И Бог прекрасно меня слышал, когда я к Нему обращался, даже когда я жил во грехах. Поэтому отношение Бога, оно, ну, не менялось ко мне. Просто я не знал, что можно делать, чего нельзя, что стоит. Я не был рожден свыше, но Бог слышал мои молитвы, Он всегда обращал на меня внимание и всегда давал мне о себе знать. Так вот, как я уже сказал, я всю ночь нервничал, молился и курил, потому что меня могли посадить за это на дисбат. И еще долгое время я бы не появился бы, так сказать, дома. На утро что я решил? Почему-то на сердце я решил так. Пойду просто извинюсь перед пацанами, которых я, ну, обижал, с которыми я был очень груб и которым я применял, ну, неправильные действия, потому что такого делать не должно. Я просто это осознал, пошел просто там, я не помню их имена, попросил у одного, у второго, у третьего, сказал, ну, ребята, извините, так и так, ну, вы сами спровоцировали то, что вот и произошло и так далее. Вот, и после этого я уже подумал, ну, будь как будет. Вот, и произошло чудо, которое я запомнил просто-напросто. А чудо заключалось в том, что офицеры нам объявили, что, ну, мы уже письма, они сказали, на родину отправили, что так и так, что ваш сын вовремя не вернется. Вот, и что будет суд там, ну, и так далее, весь этот армейский. Не знаю, может быть, они просто нас запугивали, может быть, это и правда было. Но я знаю одно, что письмо до дому не дошло. Но что произошло? Когда время к дембелю подошло моему, я вышел из казармы, а я почему-то, у меня была уверенность, что я пойду домой на дембель. Вот не знаю, вот почему-то была твердая, четкая уверенность. Я готовил форму, аксельбанты, значки, ну, кто, братья, были в армии, знают, как это было раньше, не знаю, как сейчас, но все аксельбанты, всю парадную форму, почему-то я готовился все равно к дембелю. И в день моего увольнения я пошел в штаб, к начальнику пришел и попросил, сказал, сегодня у меня день увольнения, это было начало декабря, да, это было начало декабря. Вот, и я говорю, вот у меня сегодня день дембеля, мне пора увольняться, уходить с армии. И на моих глазах просто произошло чудо, потому что они обещали, что нас посадят. Но я пришел, и он на моих глазах взял сейф, открыл, достал военный билет, выписал мне увольнительную, дал нам справку на то, чтобы бесплатный билет взять до дома, отдал мне все это в руки. Вы не представляете, какое было счастье, насколько я был переисполнен счастьем того, что у меня военный билет на руках, и того, что я могу хоть сегодня ехать домой. Я прибежал домой, в казарму прибежал, счастливый, пацанам показываю, военник, увольнительный, все, домой. Я настолько обрадовался, но радость моя была недолгой, потому что офицер, который тогда заступил и был в дежурной части, увидел и спрашивает, Девятяров, ты что тут радуешься? Я говорю, капитан он был, да, я говорю, товарищ капитан, все, я домой иду, увольняюсь. Он говорит, как увольняешься? Какое вам увольнение? Вам вообще никакого увольнения не светит. А ну, говорит, покажи. Он думал, что я обману. Я показываю военник, ну, это была моя ошибка. Что он делает? Он забирает у меня военник, забирает все. Может, он подумал, что я выкрал в сейфе. Ну, мало ли вообще, что произошло, непонятно. Он забирает у меня все документы. Конечно же, сразу радость моя вся потухла моментально. И что произошло? Он стал звонить начальству тут же, откуда у Девятьярова документы, откуда у него военник, ну и все это. Как это он домой собирается, если они практически считают, что мы их никто не отпускает. Позвонил, не знаю, как, о чем. Я молился опять. Когда он забрал документы, я опять молюсь, думаю, Господи, ну, вроде же уже все, вроде же домой. Он вышел после этого, отдал документы и сказал, давай, иди отсюда, чтобы тебя я здесь больше не видел. Ну, и больше он меня там не видел. В тот же самый день я собрался, отделся и напрямую. А тогда сильные морозы. Я служил в Челябинской области, в городе Чебаркуле. И тогда были сильные морозы. Снега там уже выше, чем по колено намело. И я аж с сумкой совсем, давай на КПП спеши, тороплюсь на КПП, подхожу, а эти, ни электрички, ни автобусы, ничего не ездит. Все замело, все отменили. Думаю, ну как мне вообще с этой армией уехать? И тут же какой-то офицер говорит, солдат, ты куда? Я говорю, да мне вот надо до города доехать, говорю, и домой на дембель. Он, ну давай, говорит, до вокзала, я, говорит, тоже на вокзал, поможешь мне просто чемоданы выгрузить, разгрузить? Я говорю, да, конечно, помогу. Садимся в военную машину, так мне повезло. И на этом УАЗике мы уезжаем, да, по-моему, я с города МИАСа уезжал. МИАС, там такой город, по-моему, с него я уезжал. Или с Челябинска самого, ну, не важно. Доехали до туда, я иду, покупаю билеты, причем поезд, прям, я успел прямо к поезду, потому что, когда я подошел к кассе, она говорит, кассирша, а ваш, говорит, поезд 15 минут назад отъехал. А какой следующий? Да вот через сутки, по-моему. Думаю, ну все, еще целые сутки мне, думаю, лазить по вокзалам. Только отхожу от кассы, объявляют мой поезд. Я назад к окну, говорю, вот же мой поезд едет домой. Она, ой, извините, я ошиблась. Быстро мне без очереди дала билет. Я по-быстрому забежал в этот поезд, сел в поезд и вздохнул, выдохнул легко и думаю, ну все, наконец-таки домой. Когда я приехал домой, конечно же, дембель, друзья, гулянки, отдых, ну, все как положено. Еще целый год я гулял, а я вел такой рок-н-ролльный образ жизни. У меня были длинные волосы, ну, я такой рок-музыку любил, все вот эти вот гулянки, ну, и все, что с этим связано. Вот. И потом стали происходить в моей жизни такие моменты, а ведь это я сейчас понимаю, что Бог уже постепенно, ну, меня звал к себе, но только я этого не понимал. И я просто начинал задумываться о жизни. Ну, зачем же я вот вообще живу, да? То есть я опять стал вспоминать вот эти простые детские наивные, ну, мысли, да, такие. Ну, откуда вообще тут все это появилось, зачем появилось, а вообще я зачем живу? Еще помню, с детства у меня никогда не устраивала такая жизненная программа. Ну, какая программа? Вот, родился, пошел в ясли, пошел в садик, пошел в школу, со школы пошел там или в училище, а в институт, пошел в армию, женился, родил детей, состарился и умер. Ну, вот эта программа меня не устраивала жизненно. Я в сердце не верил, ну, неужели вот я живу для этого? Неужели я живу для того, чтобы пойти вот в эту в армию? И почему я должен, думаю, вообще, ну, для чего, ну, какой, где логика в этой жизни? Какой смысл вообще в этой жизни? Ну, жениться, что ли, родить детей и все, что ли? Ну, да, это нормально там. Ну, ради чего я живу? Вот смысл. Ради того, чтобы работать, желудок свой набивать, стремиться там, ну, хотя это все нормально по-плоцки, как бы там, стремиться там чего-то достигнуть. Ну, я думал, ну, а смысл, ну, где логика вообще, смысл этой жизни, кто ее вообще придумал, эту жизнь? Зачем она вообще нужна? Ну, вот я думал, ну, вот если после смерти ничего нет, тогда жизнь вообще глупа, бессмысленна. Тогда вот все, что мы вот это видим, ну, оно глупо, тупо и бессмысленно. И думаю, ну, я вот живу, ну, и смысл. Был я и нет у меня, да? Смысл вообще с этой всей жизни, да, вот так? Думаю, нет, все-таки что-то есть. Я снова начинал задумываться о Господе. И, конечно же, я не ошибался. И не что-то есть, а есть Бог на самом деле, есть Господь Иисус Христос, есть Его Царствие. Итак, когда я вернулся на дембель, я еще год бегал, гулял, грешил, жил во грехах. Вот, но время от времени я задумывался о своей жизни, задумывался о смысле своей жизни. Мне никто на то время еще как бы, ну, не рассказывал, не говорил об Иисусе Христе. Единственное, что я читал в армии, Новый Завет, как я уже и сказал, но я не помню, чтобы там что-то у меня в уме или в памяти отложилось из прочитанного. Ну, где-то, наверное, в духе все равно откладывалось, потому что слово – это же семя, и оно в свое время приносит плоды не сразу, а может даже через несколько лет. И помню, что мой круг общения, а я такой заводной был, горячий, такой вот компанейский парень всегда был. И я стал наблюдать, что я стал терять вот этот смысл, интерес вот к тому, вот как я живу. То есть моя душа стала чего-то искать. Я стал читать всевозможную литературу, там, философию, там, Ницше читал, Карлоса Кастанеду читал, вот, там, какие-то вот, что-то вот такое вот связано с чем-то мистическим, потусторонним, сверхъестественным. Как-то вот меня стало привлекать вот эти вещи, вот, в духовную сферу. Мне хотелось понять, а что же находится, ну, там вот, на другой стороне. То есть я начинал искать какой-то смысл в жизни, вот, ну, что-то душу свою хотел вот чем-то наполнить. И на протяжении целого года, как бы, после армии я еще бегал, так сказать, во грехах. Потом одни из моих старых знакомых по рок-н-роллу, там, по всем вот этим рок-н-ролльным тусовкам, они стали христианами. Они попали в харизматическую церковь, уверовали. Вот, и время от времени они приходили, там, ну, на то место, где мы собирались. И мы так общались, там, гуляли. И мне просто о Боге говорили, там, Женя, есть Бог, там, ну, и так далее, там, об Иисусе. И я легко соглашался. А соглашался почему? Ну, потому что я молился ему, и он мне часто и очень много отвечал. Вот. И так-так пошло, 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 пошло. Ну, как бы, я общался с верующими, так иногда мне рассказывали. Конечно же, я грешил еще, курил, там, вот. Но, так, мне эта тема была так интересна. Меня всегда вот на что-то потустороннее, вот тогда еще, когда я был нерожденным свыше, меня вот тянуло на что-то такое потустороннее, да. Вот. И вспоминается еще ближе теперь к моему покаянию. Мое покаяние было осенью, в начале осени. А крещение я принимал 20 октября. Это 98 год был. Вот. А уже ближе к осени, и у меня есть фотография в Одноклассниках, вы, наверное, видели, где я там на лавочке в джинсовой куртке, волосы такие длинные и в тельняшке. Вот. И вот эта фотография связана с событиями, которые были, ну, там, за несколько дней до моего покаяния, вот. И я пошел собаку выгуливать на пляж, вот. И встретил знакомую девушку, которая там бегала вокруг пляжа. Это ж она меня и сфотографировала на той лавочке. Вот. Ну, и мы с ней так общая, разобщались, в смысле, разговаривали так хорошо. Она говорит, Женька, слушай, говорит, я видела про тебя сон. Я такой, ну, да, интересно сон, давай, рассказывай. Вот. И она говорит, вот я видела, что ты купаешься в кристально-кристально чистой реке. Она мне, я до сих пор этот сон помню, потому что он связан с покаянием. Она говорит, кристально чистая река. И она говорит, я вижу, как ты из этой реки выходишь, и, говорит, твои вещи лежат. Вот. Ты выходишь из этой воды. И ты подходишь к вещам, и у тебя рядом с вещами что-то наподобие книги или тетрадки. Она говорит, ты подымаешь, а девушка, она, ну, обычная мирская девушка, да. А на ней написано, книга книг. Это она мне рассказывает, а я еще грешник. На ней написано, книга книг. Она говорит, ты ее открываешь и что-то там, или пишешь, или что-то помечаешь в этой книге. И она говорит, я у тебя спрашиваю. Она мне рассказывает. Она говорит, я во сне у тебя спрашиваю. Женя, а что говорит Библия о любви? А я ж еще со своим греховным умом такой, ну, ну, и че, че ж там Библия говорит, или че ж я там тебе о любви рассказал. Ну, я пытался с ней заигрывать, видимо. Ну, неважно, суть не в этом. Но она говорит, ну, ты мне, в общем, рассказывал о том, что Библия говорит о любви. И я такой, ну, такой, думаю, интересный сон. Думаю, так, да, конечно, так, ну, здорово, да. Вот. И через несколько дней, через некоторое время я пришел к Господу. Каким образом все стало происходить? Я общался с верующими, как я уже вам сказал. И мне в один прекрасный день захотелось прийти на собрание. Я захотел сходить в церковь и послушать, что там проповедуют. Ну, вообще, просто мне так интересно было, чисто из любопытства. Я пошел в собрание, там проповедовал один из братьев, брат Владимир. Это собрание было в квартире, и он проповедовал, говорил что-то. А после этого он говорит, ну, может, кто-то хочет покаяться. Я говорю, да, говорю, я хочу покаяться. Вот. Ну, а я не знал, как каяться. Вот. И все встали так, обрадовались. Ну, знаете, как это классическое такое церковное покаяние. Ну, я говорю, так я же не знаю, как молиться. Он, ну, за мной повторяй. Я повторял, там, Господь Иисус, прости мне мои грехи, там, войди в мое сердце и так далее. Но внутреннее чувствование после этой молитвы... Я отошел и думаю, ну, ну, когда вышел после этого собрания, думаю, да что-то это не покаяние. Думаю, не, мне что-то это покаяние. Ну, как-то мне такое чувство. Да не, я не перед Богом, а перед людьми, мне кажется, покаялся. Почему-то мне это все напомнило, ну, какую-то игру. Мне показалось, что все это как-то, ну, какое-то... Ну, не так должно быть покаяние. Хотя меня никто как таковой не учил, там, что, как. Но сердце мое понимало, что, ну, что-то не то покаяние. Как-то не так я покаялся. Неправильно все это. Так вот, продолжим. Мы остановились на том, что я не был доволен своим собственным покаянием. Я пошел домой, и тогда у меня еще был живой прадедушка. И он прожил много лет, с войны был. Был на войне, у него были осколки, он ветеран войны, там еще осколки в нем были. И он так быстро слег, быстро, и он лежал. У него пролежни начались большие, мы тогда боролись с этими пролежнями, там, мама, тетя, бабушка и так далее. И он плакал, он так болел, ему так было больно, он плакал. И я вот... Так мне его стало жалко. И что я делал? Что я стал делать? Я положил на него свои руки, возложил, и начал молиться слезно. Я так расплакался, начал молиться. И моя молитва за дедушку переросла в то, что я начал каяться. И я так начал каяться, я рыдал, я ревел. Представьте, дома все, мама, бабушка там, все. А я как начал реветь и рыдать, я так ревел и рыдал. Вокруг меня сбежали, сдавая мне валерьянку наливать. А я каюсь. Вы можете себе представить, у меня покаяние было среди всех моих домашних. Представьте, я вот нигде... И вот это было настоящее покаяние, которое было от Духа Святого. И вот это покаяние, оно перевернуло всю мою жизнь. Я так наревелся. Вроде взрослый парень, они мне эту валерьянку льют, успокаивают, воду мне дают. А у меня, ну, не то что истерика, ревел я, я так каялся. Они, наверное, не понимают, думают, ну, мало ли что с парнем, может, из-за деда. Так кто его знает. В общем, я так наревелся, ревел я, каялся. Но после этого покаяния, облегчение такое пришло, что просто весь груз упал с моей души, с меня. Я понял, в тот момент я понял, что Иисус Христос простил мне абсолютно все, все мои грехи. Потому что я в действительности раздирал душу свою, сердце свое. Я отрекался от самого себя. Я отрекался от этого мира. Я отрекался от грехов. Я просто ревел, я каялся, я отказывался от своей собственной греховной жизни. И я хотел, чтобы жизнь Иисуса Христа была во мне. Я сказал Богу, Бог, я буду жить вот этим Евангелием. Я буду проповедовать это Евангелие. Я так ревел, так каялся слезно, искренне. И таким образом пришло облегчение в мою жизнь. И я понял, вот в тот момент я понял, что все мои грехи были абсолютно прощены. Сегодня некоторые церкви учат, говорят, вот ты должен вспомнить все свои грехи, что ты делал, запиши их на бумажке. Все вспомни, каждый свой грех и грешок вспомни и исповедуй. И считай, что это учение ложное. Потому что я ничего не вспоминал. Я отрекался от всей своей жизни, от всего полностью и просил прощения у Бога абсолютно за все свои грехи. И в тот момент я убежден. Вот у меня внутреннее чувствование, что именно в тот момент все мои грехи были прощены. А вот когда я в церкви там публично перед всеми там говорил, вот это было абсолютно, ну, я ушел с пустотой на сердце. Хотя мы же быть многие из вас и именно и в церкви получили освобождение. Я считаю, что у каждого человека это бывает по-своему, да, происходит. Но вот у меня вот лично было вот так в моей жизни. Вот через несколько дней я опять был в собрании и я захотел принять водное крещение. И в один прекрасный день, это было уже осенью, как я уже сказал, 20 октября, мы поехали на реку Кубань. Вот на эту речку, которая стоит за моей спиной. Только это было ниже по течению, вон в ту сторону. Холодно было, ветер был, вот. И я принял водное крещение. Были верующие со мной. И один из братьев, брат Владимир, крестил меня полным погружением в воду. Соответственно, книги Деяний 2.38. Таким образом, я стал верующим человеком. Через два или три дня у меня было, как я понимаю, было крещение Святым Духом. Я впервые ощутил наполнение Святым Духом. Это было подобно тому, как если бы, знаете, вот когда пылесос, набитый грязью, и вот вытряхните с него всю грязь, и он внутри, да, и он становится чистым. То есть, и вот это наполнение, когда впервые Дух Святой на меня излился, оно напоминало мне, что вот с меня, как с пылесоса, всю грязь выкинули. И я наполнился просто светом. Вот внутри меня были такие неописуемые чувства. Это было подобное, что я как губка, вот грязь, или как с пылесоса, или как с губки грязь с меня отмыли. И вот я как губка впитал в себя любовь. Все вот эти чувства, которые меня сопровождали, а у меня было такое сильное эмоциональное переживание, оно настолько мою внутренность изменило. Кстати, иными языками я не заговорил. Я не заговорил иными языками тогда. Но жизнь моя, именно внутренность перевернулась. Мне казалось, что вот тело мое, а внутри уже не я. Вот что-то такое огромное, светлое, знаете, как какой-то мощный источник света, как будто бы вот так, и излился внутрь меня. Сегодня, конечно, я понимаю, это было мое крещение Святым Духом, потому что все это перевернуло всю мою жизнь. Полностью перевернуло. И после этого мне стало Евангелие больше открываться. Я испытывал силу Божью на себе. Я видел чудеса в своей жизни. И, кстати, я начал проповедовать сразу после крещения Духом Святым. Я начал проповедовать Евангелие, ну, грешникам, на улице, знакомым, всем. Домой прибежал, начал проповедовать дома. И, кстати, я думал, что все мои друзья, знакомые, родственники покаются в тот же день, потому что я же им сейчас расскажу, что я пережил. Я же раньше выпивал, курил, блудил, матюкался. А когда вот это со мной произошло, знаете, все это вылетело. И просто вот внутреннее состояние, как ребенок, да, вот это внутреннее обновление произошло. И я понял, что матюкаться я не могу, грешить не могу, понимаете. Даже вот, ну как, врать не могу, грешить не могу. На женщин не могу смотреть с вожделением, там, флиртовать с ними уже не могу. Ну, не то, что не могу. То есть, стыдно стало, стыдно. Если раньше я там любил заигрывать с девочками, там, и так далее, там, ну, и все, что с этим связано. Вот, любил пивко попить, знаете, вечерком пиво, сигареты, друзья. Я любил, мне это нравилось. Знаете, ну, и все такое. То это все музыка, рок-н-ролл, рок-музыка и все это. То после этого переживания, вот, у меня это в одну секунду. Вот как только вот этот Дух Святой излился, все внутри перевернулось. Вот есть христиане, которые после покаяния еще борются, там, с пивом, с похотью, там, не знаю, там, с грехами какими-то, там, с сигаретами, там. А вот у меня как-то это легко произошло. Ну, легко, как-то, вот, изменился я внутри, вот, моментально. Я даже на себя в зеркало смотрел, смотрю на себя в зеркало и думаю, ну, в зеркале вроде я, а что-то внутри произошло. Я думал, может, у меня крыша едет. Ну, такие мысли были. Думаю, может, у меня помешательство началось. Ну, крыша съехала, может, там, на религии. Думаю, не, не съехала. Думаю, если бы она у меня съехала, крыша, я бы этого не осознавал. Ну, а я же рассуждаю, съехала или не съехала. Ну, я, то есть, я не, ну, это незабываемое внутреннее переживание. Конечно же, как я и сказал, я думал, что я всем буду говорить об Иисусе, они тут же все покаются. Но, увы, ничего этого не произошло. Многие посчитали, что он был нормальный парень, а теперь у него крыша поехала. И я всем рассказывал. Думали, ну, наверное, я обкурился, таблеток наелся. В общем, многие подумали, что что-то со мной не в порядке. Мама, помню, расплакалась. Как сейчас помню, я прибежал домой, после, когда Дух Святой меня наполнил впервые, я прибежал домой и начал рассказывать о Христе. А брат меня вот так схватил. Женька, ты куда попал? Мама, слезы, все, кто попал. Она меня к психологу даже хотела, помню. Тебя надо к психологу везти. Ты куда-то попал, да лучше бы ты был такой, какой ты был. Да что-то с тобой ненормальное. В общем, ну, никто со мной не порадовался, а наоборот, как-то вот, сильно все уже за меня распереживались, думали, ну, что-то с парнем вот произошло, вот ненормальное что-то случилось. Но со временем, конечно, потом поняли, что все со мной нормально. Вот. И потом я уже в Евангелии прочитал, написано, что верующий в Иисуса Христа имеет свидетельство внутри самого себя, а неверующий представляет это лживым. Или еще, что Павел говорит, что это считают юродством. То есть я не понимал, я думал, они должны, я думал, они мне поверят сейчас. Вот, о всем этом. Ну, мне никто не поверил. Ну, вот таким образом я стал христианином. И вот уже почти 17 лет я верующий проповедую Евангелие. Конечно же, на всем этом пути до сегодняшнего дня у меня было много ошибок. Всякие, конечно же, потом засосало всякие разные, так сказать, все эти церковные движения, течения, да. Всякое бывало в жизни, но Господь Иисус Христос меня, вот, как я вижу, восстанавливает. Везде, вот, куда бы я ни попадал, да, что бы ни происходило. Я всегда видел и вижу до сегодняшнего дня руку Божью. Как с детства меня Бог хранил и любил, так и до сегодняшнего дня я вижу Его руку. Ну, что ж, друзья, ну, не знаю, длинно или коротко, ну, вот, таким образом я пришел к Господу и по сей день верю Ему и очень люблю проповедовать, очень люблю Евангелие. Вот. Ну, и вот почти 17 лет я христианин и не жалею и не собираюсь никуда от Евангелия уходить. Еще больше хочу Его проповедовать, делиться с вами теми переживаниями, которые есть, откровениями, Словом Божьим. Ну, вот, как-то так, друзья. Вспоминайте иногда меня в молитве. Надеюсь, что мои проповеди, они влюбят вас в Иисуса Христа еще больше. Надеюсь, что, ну, я вам чуточку пользы еще и принесу. Продолжение следует...